Привет, друзья! С вами снова Джин Лав. И в этом видеоуроке мы уберем ваши стандартные комментарии с сайта. То есть уберем вот эти вот стандартные комментарии. И установим за место них комментарии от Discus. Итак, поехали. Сначала зайдем в панель управления нашим сайтом и установим плагин. Наводим на плагин и нажимаем добавить новый. Далее, вам нужно установить вот такой вот плагин Discus Comment System. То есть именно это название вам нужно прописать вот сюда, в поиск плагинов. Нажимаем Enter. Так, вот он нашелся, этот плагин Discus Comment System. Нажимаем кнопочку установить. Устанавливается. Ждем. Далее нажимаем активировать плагин. Все, нажали активировать плагин. И теперь опустимся чуть ниже и найдем название этого плагина. То есть наш плагин вот он. Все, мы его активировали. Из этого окошка мы теперь не выходим, а заходим в новое окошко Google. И здесь пишем следующее название. Опишем мы вот это название Discus.com. Я его скопирую. А вы его запоминайте. И прописывайте вот сюда в Google. Нажимаете поиск. И вот сразу у нас сверху высветился этот сайт Discus.com. Теперь нажимаете зайти в него. И перед вами появится вот такая вот страничка. И теперь нам необходимо зарегистрироваться на этом сайте, чтобы получить от него комментарии. Итак, нажимаем кнопочку Sing Up. Нажимаем. Появляется такое окошко. И вы здесь вверху прописываете то имя, которое хотите видеть в названии комментариев. Итак, у меня название сайта Makujin. В принципе, можно прописать так же, да? По названию сайта. Итак, так и пропишем. Я зайду в почту. Просто скопирую свою почту. Вернусь сюда. И здесь вставлю это название. И вот сотру, вот чтобы у меня было название Makujin. И еще можно выделить буковку J побольше. Чтоб смотрелось красивее. И буковку M тоже сделаю большой. То есть, вот таким вот образом. Это будет Name. Name – это мое имя в комментариях. Дальше. Здесь вы указываете свою почту, которую мы регистрировали с вами ранее в других видео. Я указываю свою почту, вы указываете свою. Ниже вы прописываете свой пароль. Пароль пишется на английском. Далее нажимаете кнопочку Single Up. Происходит у нас регистрация. Если выскакивает такое окошко, нажимаем сохранить пароль. Ждем. Все. Мы здесь зарегистрировались. И вот тут мы видим, что появилось такое вот имя, то, которое мы прописали. Я прописал макуджи, но у вас здесь появится свое имя. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы нажимаем на кнопочку вот здесь и нажимаем на эту шестереночку. Следующее, что мы нажимаем, мы нажимаем на надпись Add Discus to Site. Нажимаем на эту надпись. Дальше. Здесь также прописываем название либо нашего сайта, либо наших комментариев. Ну, собственно, мы здесь прописываем также название. Я укажу тоже название. Я хочу, чтобы названия у меня были одинаковые. То есть я пропишу также. Смотрите, вы можете указать другое название, но имейте в виду, вот эти названия, которые мы указываем сейчас, оно будет отображаться в наших комментариях, поэтому прописывайте ее правильно. Как она будет отображаться, я вам сейчас покажу. Смотрите, я зайду на свой сайт, и вот видите, я раньше устанавливал к себе комментарии, и вот так они будут отображаться. То есть вот это название будет отображаться вот здесь вверху, и вот здесь вот вверху. Поэтому указывайте название, то, какое вы хотите видеть. Вот здесь оно будет у вас отображаться, в этих местах. Далее. Прописали название. Здесь я укажу тоже название, такое же. Смотрите, вот в этом, во втором поле, где мы указываем название, тоже по-английски, здесь может выдавать такие значения, что это имя уже занято, поэтому вам нужно подбирать до того момента, пока оно будет свободным. Именно в этом поле. Итак. Пропишем название. Далее. Смотрите, вот здесь, в третьей части категории, вы выбираете, к каким категориям это относится. Если у вас уже понятно, ваша тематика сайта, то вы можете выбрать авто, бизнес, либо какие-то еще другие, допустим, games, игры, либо news, новости. Если это ничто не подходит, просто выберите категорию последнюю, то есть другое. Эти категории, в принципе, ни на что не влияют. Я выберу другое. Далее, когда мы указали здесь название, здесь название указали, и выбрали категорию любую, нажимаем вот эту вот кнопочку finish, регистрация. Все, и у нас высветилась вот такая вот страничка. Теперь, смотрите, отсюда мы не выходим и перемещаемся во вкладку, где стоит наш плагин. То есть, вернулись в эту вкладку, и вот наш плагин. Теперь нажимаем на вот эту вот надпись configure, то есть конфигурация, либо настройки. Нажимаем на нее, и далее мы здесь нажимаем кнопочку upgrade. Нажали. И далее, смотрите, нам нужно вот эти поля вот здесь, вверху, и внизу указать те же данные, которые мы указывали при регистрации на дискуссе. То есть, вот здесь, когда мы на дискуссе регистрировались вот здесь, и указывали почту и пароль, мы должны здесь указать ту же почту и внизу тот же пароль. Указываем. Я указываю ту же почту и укажу тот же пароль. Далее мы нажимаем кнопочку next. если появляется такое окошко, нажимайте сохранить. Если нет, ничего страшного. Далее у нас высветится предложение, да, то имя, которое мы придумали. И вот мы то имя, которое придумали, здесь высветилось. Ставим здесь галочку и далее нажимаем next. Next. Теперь мы, в принципе, все сделали правильно, и давайте сейчас проверим, появились ли у нас комментарии на нашем сайте. Откроем вкладочку нашего сайта, обновим страницу, зайдем в наш блог, именно в блог. Сейчас будем просматривать именно записи. На страницах сейчас комментарии могут не отображаться. Мы сейчас просматриваем именно в записях, есть ли комментарии или нет. Нажимаем сюда и смотрим. Вот появились наши комментарии. То есть вот они отображаются вот таким вот образом. Сейчас не пугайтесь, что все на английском и немножко непонятно. Это мы все исправим. Итак, давайте еще раз зайдем сюда на эту вкладочку и еще раз нажмем на плагин Сетинск, спустим вниз и нажмем кнопочку Сава Сохранить. Все. То есть мы в принципе все сделали. И до этого момента и сейчас это еще раз на всякий случай взяли, перезаписали, нажали Сохранить на всякий случай. Далее. Теперь возвращаемся на ту вкладочку, на ту страничку, где у нас была открыта вот это вот окошко. Что мы теперь здесь делаем? Смотрите, а сделать нам нужно следующее. Нажать на вот эту кнопочку Universal Code. нажимаем и взять либо клавишами одновременно зажатие Ctrl-C все это скопировать, либо вот так вот как я сейчас делаю, выделить все это, нажать правой кнопкой мыши и нажать скопировать. То есть взять этот код и скопировать полностью. Теперь смотрите, что мы будем делать с этим кодом. Мы сейчас его также установим на наш сайт. Смотрите, мы посмотрели здесь, что у нас комментарии отображаются в записях. То есть в любой записи у нас эти комментарии отображаются. Допустим, зайдем в другую запись. Например, вождение Феррари. И открою любую из этих записей. Скорость входа на поворотах, например. Открою запись и тут же вижу также, что здесь отображаются формы для комментариев. Итак, проверили, да? Это в записях точно есть. Дель. Давайте зайдем на странички и посмотрим, есть ли комментарии на страничках. Нажмем на главную страницу, опустимся вниз и видим, что они также здесь появились. тоже также здесь отображаются. Нажмем о компании страницу. Также комментарии здесь отображаются, только уже во всю ширину страниц. То есть комментарии везде появились. Этот код мы скопировали на всякий случай. Смотрите, если у вас на страницах комментарии не появились, то как их сюда добавить? Нажимаем на вкладку в панель сайта, нажмем сюда консоль, обновим страницу. Далее, что мы делаем? Наводим на настроечки и нажимаем Advanced Management. Нажали. И смотрите, если у вас комментарии не появились на страницах, именно на страницах, а только есть в записах, то тогда вам нужно в пятый раздел, где пятерка написана, в этот раздел вставить этот код следующим образом. протягиваете вниз, ставите здесь палочку, нажимаете Enter, чтобы появилась новая строчка, потом нажимаете правой кнопкой мыши и нажимаете вставляете этот код. Вот. Если вдруг у вас не появилось в записях комментарии, бывает такое, бывают какие-то ошибки, то тогда тоже самое этот код просто вставляете в третью, в третий раздел, протягиваете эту мышечку вниз, полосочку, вставите здесь палочку, нажимаете Enter, чтобы самая нижняя строка была, и также вставляете этот код. То есть, вставляя в третий раздел, мы вставляем эти комментарии на записи, вставляя в пятый раздел, мы вставляем эти комментарии на странице. Сейчас мы вставлять ни туда, ни туда не будем, потому что у нас автоматически и там, и там появились комментарии. Итак, давайте сделаем следующее. Давайте сохраним этот код у себя где-нибудь в папочке. Свернем все это, зайдем на сайт, папочку свою сайт, создадим здесь текстовый документ, лучше, если это будет блокнот, и напишем код комментариев дискусс. Дискусс. Нажали. Зашли и вставили этот код и нажимаем сохранить. Сохранили. Мы сохранили, чтобы потом, если в будущем, мы могли его также отсюда взять и скопировать и установить, чтобы нам не надо было заходить на сайт дискусс и так далее, чтобы отсюда взять быстренько и скопировать и вставить, куда нам необходимо. Нажали сохранить, все, закрыли. Итак, теперь давайте вернемся на наш сайт и изменим вот эти вот все комментарии, поменяем комментарии, чтобы они у нас отображались так, как нам самим это необходимо, на русском языке, чтобы все было понятно. Итак, что нам необходимо сделать? Возвращаемся в эту панель, вот сюда, там, где мы копировали код, и следующее, что мы нажимаем, это нажимаем на надпись генерал. Нажимаем, дальше делаем следующее. Смотрите, вот здесь, в этой надписи, да, где написано слово мод, вы можете прописать какое-то свое имя, например, админ, то есть, вы типовые администраторы, либо, как я прописал джин, да, в прошлый раз, вот на своем сайте, да, вот, это будет отображаться вот здесь, вот этот значок. В принципе, это ни на что не влияет, это чисто для вас. То есть, можно оставить как есть мод. Дальше идем. Здесь остальное, что я сейчас буду вам показывать и делать, все повторяйте в точности за мной. я не буду много объяснять, просто повторяйте. Default Sort это означает вывод комментариев. Сейчас стоят у нас вывод самых популярных комментариев. Мы нажимаем сюда и ставим новость first, то есть, мы будем выводить самые новые и последние комментарии. Дальше, Discovery. Вот эта штука нам не нужна, не буду объяснять почему, просто убираем отсюда галочку, чтобы ее здесь не было. Дальше, спускаемся ниже, веб-сайт URL. Вот здесь вставляем ссылку на наш сайт. Просто перейдем на нашу страницу, скопируем ссылку, вернемся и вставим сюда ссылку. Нажмем вставить. Дальше, Landground. Вот здесь выбирается у нас язык. Нажимая сюда, вы выбираете свой язык, какой вам нужен. Мне нужен русский, поэтому я протягиваю вниз, и вот вижу Россия. Выбираю его. Дальше, Quest Commenting. Вы здесь вот, напротив этой надписи ставите галочку. Смотрите, установив эту галочку, мы разрешаем пользователям оставить у нас комментарий без полной регистрации. То есть, вот здесь можно что-то написать и нажать опубликовать. Как это происходит? То есть, я, допустим, здесь что-то пишу и хочу опубликовать. И он мне сразу предлагает заполнить имя, электронную почту и пароль. Если мы там поставим галочку, то есть, вот здесь ставим галочку, то тогда у человека будет возможность не вносить пароль и все данные. Просто он может зайти либо через Facebook, Twitter, Google или Discus и оставить свой комментарий. Либо указать имя электронной почту, нажать оставить комментарий. То есть, все очень просто. Далее, спускаемся вниз и нажимаем Savo, запись. Записали. Теперь, следующее, что мы делаем, это нажимаем на надпись Advanced. Нажали, далее, ставим галочку вот сюда и нажимаем выбрать файл. Смотрите, сейчас мы выбираем картинку, которая будет отображаться в наших комментариях. Сейчас нажму отмены и покажу, где это будет отображаться. Вернусь на свои комментарии, то есть, мы выбираем вот такую вот картиночку. Вот, вот эта вот картинка, она у вас будет отображаться. Вы выбираете свою картинку, я выберу какую-нибудь свою. Вот эту. Далее опускаемся ниже и нажимаем САВА запись. Появляется такая страничка, где мы выбираем, что мы именно хотим отобразить, какую именно картинку показать в наших комментариях. Выбрали, нажали САВА запись. Все, это мы сделали. Дальше мы наводим вот сюда мышкой и нажимаем на надпись Edit Profile. Нажимаем на нее. И теперь здесь также устанавливаем картинку. Нажимаем вот сюда, нажимаем Оплат From Computers, то есть выбрать картинку с компьютера, нажимаем Выбрать файл и также выбираем ту картинку, которая нам необходима. Я выберу такую же, лучше выбирать одинаковые картинки. выбрали. И дальше нажимаем САВА запись. В принципе, основные настройки мы сделали, теперь давайте вернемся на наш сайт и посмотрим, что у нас изменилось. Опустимся вниз и нажмем Обновить страничку. Все, страничка обновилась и мы сразу видим, что комментарии у нас стали на русском языке и также сразу появилась картинка. Кстати, я заметил, что картинка появилась не так, как я выбирал, то есть она у меня отображается вот таким образом человечек. То есть смотрите сюда, загружайте такую картинку, чтобы она по размерам была лучше квадратная, чтобы она хорошо выглядела. Далее, в принципе все работает, то есть скликаем сюда, можем оставить какой-то комментарий. Например, напишем привет, нажмем Опубликовать от имени Макуджин. Все, комментарий остался. Далее, смотрите, тут есть такие дополнительные кнопочки. Если нажать вверх, то это типа как лайк голосовать за, то есть лайк, а это как бы не лайк, то есть не понравилось, понравилось, не понравилось. Ставятся такие единички, сколько человек кому понравилось, сколько не понравилось ваш комментарий. Также вот здесь нажав вот сюда, вы, когда сами оставляете комментарий, можете пометить как спам, удалить, черный список и так далее, ну, другие настроечки. Также можно еще дополнительно поделиться, отсюда фейсбук и твиттер. И также можно нажать на нравится, порекомендовать. Нажав вот сюда, вы можете сортировать комментарии. Сейчас у нас вот тут внизу будут всегда показываться самые новые комментарии. Также можно выбрать старые комментарии и лучшие. Лучшие комментарии это те, за которые люди проголосовали, то есть ставили вот такие рекомендованные либо лайки. Просто сортировка комментариев. давайте еще раз проверим наши комментарии на страницах записей. Зайдем в блог, откроем какую-нибудь запись и посмотрим, все ли там также изменилось. Все, все также изменилось, комментарии работают. Смотрите, сейчас мы видим наши комментарии так, как мы сами в них зашли. Давай теперь выйдем из дискусса, то есть из этого дискусса. Зайдем сначала вот сюда на наш дискусс, нажмем на шестереночку, нажмем loud, выйдем полностью из этого сайта. Закроем вкладочку, тоже все, закроем, вернемся сюда и также из этого дискусса давайте мы сами выйдем полностью. Сейчас мы здесь как бы зашли в нее, нажмем сюда и нажмем выйти. Все, мы вышли и теперь смотрите, вот как будет видеть пользователь, если он захочется ставить комментарий. Нажав сюда и что-нибудь написав, ему будет предложено, то есть авторизуйтесь либо через Facebook, Twitter, либо Google, нажав на него, то есть предложится зайти через Facebook, да, окей и он сможет оставить комментарий. То же самое и Twitter, и Google, то есть нажав сюда, ему предложится принятие условия и тогда он сможет ставить комментарий. Вот, также накликнув сюда имя, если он не хочет давать доступ к своим социальным сетям, он может нажав кликнуть сюда имя, указать свое имя и указать свою почту, оставить комментарий. Смотрите, тут еще есть вкладочка пароль. Если он хочет, он может сразу указать и тем самым зарегистрируется в этом сервисе Dixus и тут будет запомниться. Если он не хочет здесь регистрироваться, а просто хочет ставить комментарий, то он ставит вот здесь галочку указывает имя электронной почты и далее оставляет комментарий. Давайте сейчас например так и сделаем. Допустим, укажем имя вот такое вот, здесь укажем почту например такую и ставит галочку желаю публиковать как гость и нажимаю комментарий. Все, то есть появился комментарий и появился комментарий с картинкой. Почему с картинкой появился комментарий? Потому что под этой электронной почтой я уже был зарегистрирован в этом дискусе. Итак, смотрите, мы основное сделали, но перед этим мы не отключали комментарии в WordPress и из-за них может произойти какие-нибудь ошибки. Давайте на всякий случай это сделаем. Зайдем на панель управления нашего сайта, далее зайдем а не зайдем, а лучше нажмем вот сюда обновим страничку, а теперь наведем настройки и нажмем кнопочку обсуждения. И вот здесь снимем галочку разрешить оставлять комментарии новой статьи. Убираем эту галочку, прокручиваем вниз и нажимаем сохранить изменения. Смотрите. Еще я покажу как убирать стандартные комментарии из страниц. Если вы пока не хотите устанавливать данные комментарии Dixus, Discus, то есть если вы не хотите эти комментарии устанавливать на сайт, а пока хотите чтобы у вас был сайт без комментариев, то как отключать комментарии со страницы. Первый способ я показал, то есть мы здесь убрали галочку, а еще можно убрать комментарии либо с любой страницы, либо с любой записи. Как это делается? Давайте сначала покажу на примере страниц. Нажимаете надпись страницы или все страницы и вот у вас высвечиваются все страницы. Чтобы отключить на какой-то определенной странице комментарии от WordPress, когда у нас не стоят никаких других комментариев ни Dixus, ни Discus и никаких других не стоят. А вот только в WordPress есть комментарии и все. Чтобы их отключить на определенных страницах, выбираете страницу, какую вам необходимо и нажимаете кнопочку свойства. У вас открывается вот окошко и здесь убираете галочку разрешить комментарии. Убрали галочку разрешить комментарии и нажали обновить. Смотрите, данная процедура никак не повлияет на комментарии Discus. Эта процедура влияет на стандартный комментарий от WordPress. То же самое делается если вы хотите убрать комментарий с какой-то записи. Допустим, наведем на записи и нажмем все записи. Если вы хотите убрать комментарий с какой-то записи, выбираете эту запись, нажимаете свойства и также убираете галочку разрешить комментарии и нажимаете обновить. И уже на этой странице не будет комментариев. Именно комментариев от WordPress. А если вы установили комментарии Dixus, то таким способом вы их не отключите. То есть это именно для WordPress. Вернемся на наш сайт. И собственно это все, что я вам хотел показать по поводу комментариев. С вами был Джин Лав. Увидимся в следующем видеоуроке. Пока!